Ой, я боюсь это нюхать, но мы с вами это понюхаем все-таки. Ребят, всем огромное здравствуйте! С вами как всегда Лешка, оператрица от Бога! Ааа, Наталья! Всем привет! А на сегодня у нас немножко не с бодрячкового состояния, но ничего страшного. Короче, видос с красной ценой был для многих интересен. Вы набомбили лайки, я даже просто не ожидал, как быстро. Поэтому мы с вами сделаем сегодня обзор на такую STM-продукцию от компании Лента, которая называется 365 дней. Посмотрим, что ребята считают, можно употреблять 365 дней в году. Мы будем продолжать тему, набираем 20 лайков, анализируем ВК, то есть ВК, суммируем YouTube, Дзен и все везде, где мы есть, и будем дальше двигаться. Следующее, что мы, наверное, сделаем, это STM от компании Ашан. Будем искать что-то хорошее там. Ну, давайте начнем с кофеечка. Темный цвет. Я, конечно, не бариста, и, может быть, не очень хорошо разбираюсь в данном напитке, но будем смотреть. Пряники. Спасибо большое. Пряники я очень люблю, многие об этом знают. Спасибо огромное. Если вдруг будет возможность, не присылайте мне, пожалуйста, пряники. Они что, мятные? Какие они там? Классические. Кстати, мягкие, не суперсухие, хорошо к чаю, да? Но мне придется все это дело употреблять с кофе. Погнали. Ну, кстати, действительно, запах неплохой. Ой, а вот это, кстати говоря, пахнет, знаете, чем? Когда пепельницу моешь поутру, ну, когда много хопцов остается, и вот эта водичка темная, вот у нее аромат очень похожий, не напоминающий кофе, и здесь горчинкой прямо отдает во все дыры, что называется. Давайте попробуем. Лешенька, это кофе с каскарой. Это очень плохо. На мой взгляд, здесь нет вкуса. Ты пьешь просто какую-то подкрашенную воду. Вот, смотрите, что я вам сейчас скажу. Очень простая логика. Покупайте Мак Кафе 3 в 1. Если вдруг у вас аллергия на сливки, тогда берите 2 в 1. Так будет лучше. И все, и получаете удовольствие. Ну, скажи, ну, Мак Кафе, ну, черт возьми, классика жанра. Походится. Честно говоря, лучше Мак Кафе. Сколько это? Ну, там банка, что там вообще? Да, банка 90 грамм. Я по ценам сильно буду так, чисто, наверное, скорее всего, пальцем в небо. Наверное, до сотки это должно стоить. 153 рубля. Это лучше, чем чай. Тот, который был, потому что у того чая, я помню, что из красной цены там, ну, там просто вода была. Брать не буду. В левую колонку у нас уходит то, что не нравится, в правую то, что нравится. Давайте попробуем с пряничком, кстати говоря, все это попробовать. Запах неплохой. Такой пряник можно съесть. Я просто не фанат пряников, но это съедобно, никакого противного послевкусия нет. В целом, это нормальный продукт. Не знаю, сколько стоит, наверное, рублей 50, я уже вижу пачку у тебя. 33 рубля. 33 рубля, вполне себе пряники классические, идеально к чаю. Жаль, что чая мы сегодня не попробовали. Идет сюда. Колбасный сет, господа. Ну, тут, конечно, чувствую, можно почесаться будет сейчас. Сейчас мы начнем с вами с этой великолепной колбаски, которая так уже как бы и просится нам с вами на тело, чтобы почесать его. Ну, вот как вы оцениваете, да? Вот давайте так вот, если абстрагироваться от всего, даже цвет немножко как будто бы не супер, но надо все пробовать. А как ты думаешь, что это? Ну, ты мне сейчас скажешь, может быть, сервелат какой-нибудь. Сервелат? Вот это сервелат, ребят, да? Ну, окей. А тяжело я чувствую. Ну, запах так себе. Колбаска немножко устала по жизни, по ходу дела, и превратилась в то, что превратилась. Очень сильно чувствуется соя, очень не чувствуется мясо, но, окей, что мы ждем, наверное, колбаса стоит не супер дорого. Я бы сказал так, что просто у этого вкус бумаги, как бы то ни звучало, мы часто об этом говорим, здесь нет ничего яркого, ничего понятного, ничего мясного. И, смотрите, еще очень важная тема. Есть колбасы, которые тоже с таким же эффектом, но ты такой говоришь, мы доедим, нормально все, даже не будем выеживаться. Здесь, к сожалению, неприятное послевкусие. Может быть, здесь работали профессиональные повара, которые добавили какие-то определенные специи, но я думаю, эти повара, скорее всего, руководствовались темой... Колбасу второй раз я эту не куплю. Давай, сколько она? Мускат. Типа рублей 50. А, мускат, да? Ну, 50 рублей, наверное. 183 рубля. Изготовитель ОАО ВНМД. Великий Новгород. У нас что-то было от них на прошлое, в прошлый раз. К сожалению, ребята не могут в это совсем. На мой лично взгляд. Следующее, что я вижу, это... Вот это уже, кстати, поинтересно, это похоже хотя бы на ветчину. Да. В теории. Это ветчина? Да, да, бутербродная. Называется бутербродная? Ну, тогда мы сейчас с вами возьмем хлебушек. Да, да. Правильно? Вот такой вот хлебушек. Это какой? Темный просто? Это Бородинский. Бородинский. Ой, ребят, сальцаба сейчас сюда водонький какой-нибудь. Да как? Ох, и в школу не пойдем. Нет. Хлеб... Причем новый. Но новый. То есть была версия еще старая, да? Да. Это обновленный. Ну, окей, давайте все-таки еще раз повторюсь. С мех с мехом. А сами знаете, что кверху мехом. Мы сегодня все-таки с вами пытаемся найти что-то хорошее. Поэтому будем максимально лояльно искать что-то хорошее. Давайте попробуем с хлебушком. Хлеб в целом неплохо. Такое поджарить, сальца добавить. И вообще замечательно. Даже вот я вижу, что есть какие-то вкрапления типа как кориандра. Хотя, да, может быть он там тмина, по-моему. Тмина называется же, да? Тмина, наверное, да. Ну вот ветчина. Хлеб очень чувствуется, неплохо пахнет, а? Ну, кстати, вы знаете, более-менее. По хлебушку вопросов нет. Отличный хлеб. Ну, как отличный? Давайте так. Хороший хлеб. Нормальный хлеб. Есть его можно. Я почему-то сразу представляю себе, знаете что? Ой, ребят, сейчас секс будет. Короче, сальцо замороженное до нельзя. Вот так вот струганинки делаешь. Хлебушек вот этот немножко на сковородоньке, да, чуть-чуть подогреваешь. И ледяное сало, и вот такой хлеб нормально. Кориандр чувствуется. Наташа действительно в составе есть. А в целом неплохо. Сколько он стоит? Ну, давай, рублей 25-30-40. Вот это вот у меня разгон, да, сегодня? 39 рублей. 39 рублей, вполне себе, молодцы, ребят. Теперь, что касается ветчины бутербродной. Давайте так, конечно, если брать нормальную ветчину, она бы прям тащила. Мы сегодня разбираемся в разных сортах продукта, да, то есть определенного. Поэтому мы будем сегодня исходить из этого. Я скажу точно, что это съесть можно, это будет доедено. У этого есть ощущение жирочка. У этого есть хотя бы немножко ощущение мяса. В отличие от таких представителей, которые... Вот предыдущая колбаса, ну извини меня, пожалуйста. Здесь в целом норм. Что немножко отвлекает, это момент того, что это немножко щекотит язык. Потому что внутри есть вот эти кристаллики, о которых мы очень часто говорим. В целом нормально. Я это ставлю сюда. Сколько у этого вес? 400 грамм. 400 грамм. Ну, это рубли на 150-170. Это неплохо, только в формате сравнения его с другой колбасой. 109 рублей. 109 рублей. Производителя посмотри. Производитель, ой, господи, боже мой. О, МПК Атяшевский. Ну, молодцы. Нет, ну, давай так. Ну, то, что красная цена, там был мрак. Ну, там было хуже кое-что. Нет, это нормально. Но еще раз повторюсь, есть, конечно, гораздо вкуснее и лучше. И чувствуется мясо и жирочек. Но это хотя бы спасибо, что без носков начальника. Действительно здорово. Я так понимаю, что ливерная колбаса, либо паштетная. Что это такое? Паштет печи. Интересно, что использовалось? Гусь, может быть, какой там, нет? Гусь, понятно. Ну, давайте, наверное, я без хлебушка попробую. Довольно. А, фуа-града. Ну, отлично. Хорошо. Ну, вот вы знаете, по виду, видали мы, конечно, и хуже, но не предел фантазий. Нет. Это, скорее всего, МПК. Тяшинский делает очень похоже, потому что мы не так давно это все ели. Могу сказать точно, что безавлаберно сделано с привкусом горечи. С привкусом всего. Это какая-то, Наташа, понимаешь, просто биомасса, у которой нет вкуса. Более об этом не говорим. Ставлю сюда, сколько у этого веса. Так я тебе говорю, у него ароматика. Более того, ароматика сопоставима с содержанием. То есть за это можно плюс поставить, но это несъедобно абсолютно точно. 26 рублей. Понимаю, что 26 рублей это очень недорого. Делает это у нас, я угадал, нет. Да, вот, вот, смотри, вот уровень, да. Очень разный здесь. Паштет, даже честно вам скажу. Не то, что мы фанаты, но вот берешь вот этот Хамы, либо Шеба, опять же, да, и очень неплохо заходят. Нет, ну есть же хорошие, недорогие паштеты. А Шеба-то есть, как ты кашля. Мяу? А? Слушайте, я пробовал недавно Шебу, реально, печеночную. Ее, короче, подсолить, если немножко... Так, я вам об этом не говорил. Набираем 50 тысяч лайков и делаем полный обзор на кошачью еду. Ну давайте с сыра начнем. Вот он великолепный, замечательный. Судя по всему, российский. По характерной дырочке это можно судить. Я бы называю так. Это бутерброд для горячих бутеров. Он, в принципе, не противный. Какая-никакая молочность присутствует здесь. Если у вас есть печь Ануш, либо у вас есть Наташ, просите Наташ, сделай горячий бутербраш. Она вам все это дело херачит в духовочке, все красиво подплавливается, и все великолепно, и вау. А с точки зрения... Ты дорогая, да? То, что ты дорогая, я знаю. А для остального мастер... Ой, карты мир. Что-то у меня какие-то... Флэшбаки из прошлого. Нет, ребят, правда, сыр норм, но, конечно, есть вкуснее российские сыры. Я когда говорю, что мне Брест-Литовск нравится, многие говорят, нет, это невкусно, качество не то, Беларусь уже не та, там вот это все. Я скажу честно, это съесть можно. В зависимости от того, сколько это стоит. Я думаю, что там вот кусочек типа 150-200, у тебя грамм. 150 грамм. Ну, что-то типа хотелось бы за это отдать рублей 120-130, честно вам скажу. 96 рублей. Нормально. Если, опять же, абстрагироваться от того, что мы сегодня делаем обзор на продукцию А365. Видал я беконы, конечно. Дымов, привет. Тут, конечно, ничего не режется. Я тебя полюбила из того, что было там, слепила. Ну, а дальше вы текст весь знаете. То есть нет ощущения, что это нарезано, вот эта грудиночка красивая. Красиво так. Да, спусковая, знаешь, спрессовка. Запах такой, как бы копченый. Вот не похоже на то, что это бекон. Ну, удивительно вареный копченый. То есть его мучили перед тем, как закоптить, да, еще? Варили. Если разговаривать с точки зрения бекона, это вообще не бекон. А если говорить с точки зрения какой-то ветчины с прожилкой жира, то норм. Наташка делает такую штуку, называется эта курица в коробке. Ты знаешь. И вот оно все, оно все формируется. И когда нарезается там где-то жирочек, оно, в принципе, очень похожей формы. Не могу сказать, что противно. Съесть это можно. С хлебушком зашибись. Опять же, если горячий. Да, да, да. Может быть, даже с яйцом все это взбить красиво. Пожарить в целом мог. Посыпать таким вот великолепным сыром. Нормально. Правда, нормально. Неплохо. Сколько у этого вес? 100 грамм. Ну, типа, вот, наверное, ну, рублей 120, ты скажешь, наверное. Не знаю. Нет, скажу 81. 81 рубль. Ну, кстати, да, ценник неплохой, а кто делает? Вот, смотрите. Удивительно. Пятерочка, имейте в виду. Не на одном оттяживаю мир наш с вами держится, да, по СТМу. Здесь делают ООО мясокомбинат Эко. Эко, био, вот это вот все. Понимаете, да? То есть, это, скорее всего, еще экологическое производство. Срок годности 30 суток. Неплохо сделано. А что, испанский? А, ребята, это отмена миссии. Во-первых, испанского стыда мы здесь с вами не испытали. Это уже плюс. Во-вторых, мы не знаем, как там в этой вашей испании. Ребята, если смотрите из Испании, обязательно напишите. Кстати, дружище, я чувствую, что у тебя сегодня-либо завтра день рождения. Поздравляю тебя, правда. От души. Всех благ. Так что я хочу сказать. Мы не были с вами в Испании, нам сравнить не с чем. Но это точно не хамон. Ну и не забывайте, что у нас есть итогашная, в которой все итоги будут. И я еще добавлю туда красную цену, потому что так будет, наверное, скорее всего, честнее. Ну, я бы сказал, что у нас начинается рубрика «Наташа накрыла поляну». Не знаю, с чего мне и начать. Но, наверное, мы с вами начнем с позиции, которая смотрит на меня прям открыто. Это квашеная капуста, скорее всего, да? И какая-то колбаса очередная. Мне кажется, очень сложно можно испортить капусту. Правильно? Можно, да? Помнишь, ты как-то купил. Помнишь, ты как-то делал, да, для рецепта? А, что-то было такое. Фэг хорошо делает, имейте в виду, у Фэга прям достойно есть экземпляры. Вот чисто, видите, я странный чувак. Я и картошку могу сырой есть, и капусту люблю. Наташа знает, когда мы щи готовим, я по пол-качана могу просто так, в принципе, съесть. Короче, не знаю, вы знаете, честно, как будто вот просто мало постояло, но в целом норм. Как квашеная капуста, это не квашеная капуста, потому что здесь не хватает квашения, понимаете? То есть, нет, она, знаете, вот этот салатик Коуслоу. Все, а майонеза еще вбагрить, что мы сейчас с вами, кстати говоря, и сделаем. И вот получается нечто такое похожее. Мне такое нравится. Я это ставлю сюда, но что вы должны от этого ожидать? Что это просто тупо капуста с морковью немножко закислена уксусом. Ведь знаете, как квасится продукт? Там вообще уксус не используется, там все автоматически происходит. Правильно? Ну, я чувствую уксус здесь. Ну, не может быть такой, нету вкуса вот этого вот. Но я в целом ставлю это сюда. Баночка, я вижу, у Наташки уже, наверное, типа рублей, наверное, 50-60 она стоит. 54 рубля 500 грамм. Делает о традиции вкуса контора, не знаю, по-моему, это не фэк. Хотя, может быть, и фэк. Нет, вполне себе... Сколбаска. Сколбаска. Сейчас, подожди. Майонез. Подорожник для всех блюд. Провансарь. Классический вкус. Сейчас попробуем с вами его... А вот здесь, кстати, ситуация не как в красной цене. Здесь как будто бы он пожиже. И вы сейчас это увидите. Вот смотрите. Вот он прям видно, да? Вот он видно, что он... Это, знаете, вот это должно называться майонезный соус. Но никак не майонез. Я вот, кстати, мы никак с Наташей не можем понять, какой самый лучший майонез. Вдруг у вас есть какая-то информация по лучшему майонезу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я вас достал, я знаю. Советский майонез. Самый лучший. Домашний самый лучший. Красная цена. Это был топчик. Это майонез. Я попробовал и без капусты, чтобы понять, насколько это кисло. Это можно назвать... Вот знаете, знаете, ухищрение, да? Вот производители, когда они уже пишут и не крабовые палочки, а это вот уже что-то вообще с чем-то непонятное. Продукт на основе. Вот это продукт на основе яиц, масла и очень много воды. И очень много крахмала. В отличие от красной цены. Мне не понравилось, ребята. Очень невкусно. Вы себе оливье просто загадите таким майонезом. Воды как наши. Ребята, ставьте лайк, если вам нравится вода в видосах. Мы лично за это. Говори сколько. Я думаю, рублей 50-60 это стоит. Стоит 40 рублей. Нет, я не хочу. Красная цена. Там ребята выбили хорошее качество за приемлемые бабки. Здесь этим похвастаться данный производитель не может. А производитель, кстати, сказать, давайте посмотрим. Предприятие продуктов питания. Точно не помню, кто был там. Ну что-то было. Что-то было, но по-моему не майонез точно. Там был не Петербург. Ну давай водные. По-краковски. По-кракожески. Краинская. 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 А ты там никакую букву первую не... Ты думаешь, я сегодня уже даже и слова не выговариваю? Ну вот вы же видите все. Вот, ну вы же все видите, да? Вот она вот такая вот. Хотя вот жировые какие-то прослойки есть. Опять же, мы говорим с вами, что краковская колбаса, охотничьи колбаски правильные. Да, они вкусные, они очень дорогие. Но есть заменяемые вещи, как для той же солянки, да? Вот эти колбаски из КБ. Они отлично подходят. Чешские, которые... Чешские, абсолютно верно. Ну, огромная заслуга этого продукта, что у него нет никакого аромата. Это уже, я считаю, в плюсы запишем. Вообще ничем не пахнет. Нет, ну это точно плюс. Ровно такой же аромат, как и вкус. Ты ешь непонятную бумагу. Абсолютно не могу вам ничего сказать, потому что у этого нет вкуса ничего. Забить чем-то... Это типа, знаете, болванка. Вот сюда бы нанести чего-то. Специи доширака, например, ради прикола, там не знаю. Ничего бы нанеси. Я вам так скажу. Если бы мы ехали в лес, а мы часто ездим в лес. Ну, знаете, забава у нас такая. Мы из Петербурга тоже, знаете, немножко ку-ку. И когда мы в лес бы приезжаем, там немножко пофигу, что есть. Дошираки ты ешь там. Конечно, в кайфе эту тушеночку с картошкой. Но вот такую колбасу, я думаю, она не испортится. Потому что бумага не может портиться. Ну, напишите, может быть, кто-то смотрит с производства. Паштет Атяшева, да. Вот правда. Нет, я это ставлю, конечно же, сюда, потому что такой продукт не должен быть. Но я бы это доел в лесу. Вот я вам скажу так. Давай попробуем с кетчупом. Ой-ти, господи, какой. А вот тут, конечно, жиденько все, да, стоят дела. Это как вот перед шашлычкой, о которой мы с вами очень часто говорим. Называется он шашлычный, да. То есть люди подгадали вкусы. Видно, да, вот я думаю, что вы видите, это вот просто крахмал лютейшего просто состава. Там травки какие-то есть, а травки мы с вами уважаем и любим, естественно. Некоторые вы подумали. Кстати, вот, придорожный, вот. Опять придорожный кетчуп, который, ну вот понимаете, что происходит. Он у вас просто убегает от вас. Давайте попробуем, может быть, колбаса станет повкуснее. Те, кто любят кальвы с томатами черри, те, кто любят хайнс, там, кислые. Ну, понятно, все мы разные с вами люди. Кто кислая, кто сладкая. Разные ки... Балтимор, который я боготворю. Это не про это. Но если хотите немножко флешбэчнуться за рублей 50, за 40, наверное, да? 43. 43 рубля, господа. Ну и что, за 43 рубля вполне себе, правда. Это может кому-то понравиться. Да, у этого нет супернатуральности, но у этого есть воспоминания. И за воспоминания просят 43 рубля. Ставлю сюда, как неплохой, в отличие от майонеза. А делает для них, между прочим, ООО «Империя соусов». Вот. И «Империя соусов» делает для красной цены майонез. Все. Расследование закончено. Все понятно. То же самое делает для этих самых. А что с колбасой, кстати говоря, мы не проговорили с тобой или проговорили? Колбаса, ну, хотелось бы, наверное, верить, что она не очень дорогая. Да, 400 грамм, 126 рублей. 126 рублей. Ну и что я вам хочу сказать? Мордовия. А тяж его родненький. Еще раз. С огромным... Мы нашли, кстати, скоро будет обзор. Мы нашли, по-моему, то, что вас выставят в белом свете. Потому что там контора. Ну, не будем спойлерить. Я думаю, вам будет интересно. Огромный вам плюс за то, что у этого нет вкуса, нет запаха. Но поработать бы над этим было бы неплохо. Но вспоминая прошлый студень, конечно, я не прибеднялся. Это правда очень плохо. У нас все понюхали. Вот все, кто у нас живет, все понюхали и сказали не очень. Это из свинины. Это очень приятное замечание, Наташ. Давайте так. Здесь уже видно, что есть по волокнам мяско есть. Какое-никакое. Я боюсь это нюхать, но мы с вами это понюхаем все-таки. Это, короче, не то, что было в тот раз. По-моему, даже это будет неплохо. Хренок сразу добавим сюда. Хрен я люблю. Столовая, естественно. А вообще, в целом, мы, может быть, когда-нибудь даже забубиним рейтинг хрена. Потому что хрен это... Конечно. Давайте я сейчас ковырну, покажу вам. Ну, жиденько опять же. Хотелось бы, конечно, это все посмелее, но... Я, наверное, сильно осмелел, что взял такой кусочек. Давайте все-таки... Хорошего должно быть... Поменьше. Такой. Нормально. Как будто, типа, съесть можно. Я немножко расплакался, честно говоря. Да, потому что очень, очень, очень флэшбэч-то что-то мне кидаешь. Туалетная бумага однослойная. Но, кстати, ребята молодцы. Они в тренде. Они и не делали втулку, понимаешь? Вот люди покупают эту туалетную бумагу, у них ничего не лишилось. Она у них так же здесь растворяется, но она растворяется сама по себе. Как я вот ее одену, надержать? Гвоздик ты можешь заколотить в ванной. Только не у нас, пожалуйста. Вот. Ты вчера уже гвоздик свой заколотила. Пам! Пам! Чем тебе судень такой есть? До конца жизни, да? Туалетная бумага. Честно говоря, ребят, я вам... Мерить буду? Я не буду вам ничего говорить. Да нет, мерить не буду. Просто хочу сказать одну простую истину. А по поводу туалетной бумаги, я как деревенский человек, который вырос в деревне, для нас это была... Я сейчас не придуриваюсь. Для нас это была роскошь и всегда были газетки. У этого были огромные плюсы. Я, кстати, не понимаю, почему никто не подхватится и не сделает туалетную бумагу с газетой. Ну, типа, пусть там старые какие-то будут новости. Ты просто почитаешь там, что было и вот так сказать, да. Вот. А это вполне, наверное, нормально. Еще раз плюс в том, что здесь нет втулки, она растворяется. Сейчас улетело воздух, пожалуйста. Ну, для дачи мы всегда такое брали раньше. Вот для этих деревенских туалетов. Извините, ребята, приятного аппетита. Не знаю, желал вам или нет. Что касается студии, к сожалению, студий не хочет попасть в меня и не хочет, чтобы я его попробовал. Потому что вкус ровно то же самое, что было в тот раз. Только здесь как будто вот там он был уже подошедший, а здесь как будто свеженький. Но вот я даже не знаю, есть ли плюсы или минусы у того или иного продукта. Это нельзя съесть. Мясо оставляет ощущение кислоты. Мясо оставляет ощущение вот этого, знаете, всякими разными невкусными колбасами. Мне кажется, это не супер натурально. Могу ошибаться. Сколько это стоит? Студий, не знаю, 82 рубля. 82 рубля он стоит. Что с хреном? Молодцы, ребята. Студии у нас уходят в капитал шоу Поле чудес сюда. А вот хрен у нас идет на эту сторону. Смотрите. Стоит она, наверное, рублей 50? 66. 66 рублей. Какая странная цифра. Надо аккуратней. А то сейчас молния будет. Неплохо. Есть хрен гораздо вкуснее. Немножко чуть-чуть поменьше бы жидкости здесь. Но в целом это съедобно. Вот тут тот момент, это знаете, как мы 365 берем влажные салфетки, да? Они незаменимы у нас в плане того, что уборки. Здесь могу сказать одно. Это не выкинется. Это будет доедено абсолютно точно. Но есть экземпляры лучше. Мы посмотрим, может быть, действительно сделаем рейтинг данного продукта. Вот это делает точно не ВИЧи для них. Это, скорее всего, либо Меридиан делает, либо что-то типа вот того. Ну, кстати, вы знаете. Как будто бы, а оно что у нас по этой самой, как оно ломается, нет? Ну, как будто бы здесь ситуация должна быть немножко получше, чем в пятерке. Слушайте, ну здесь хотя бы запах есть крабовые палочки. Очень сухие. Я попробовал с майонезом, тоже не сильно выправляет ситуацию. Крабовые палочки, сколько они стоят? Давай так, палочки там 250, наверное, грамм. 200 грамм. Давай так, ты рублей 80 сейчас скажешь. 63. Я, наверное, сейчас буду бомбить на тему крабовых палочек. Но я не понимаю, какого ляда эта штука. Окей, вот это нормальный сэтик, да? До 150. Но когда вот мы сейчас заходили в окей, последний раз. 500 рублей грамм. Да, Лёша. 500 рублей за 250 грамм. 200 грамм. Или 200 грамм. Ну как это может стоить, как говядина? Ну говядина-то, ну понятно, как добывается, понимаете? А это же, вы же понимаете, что это сурими и все на свете, что не попало. В чем тут уникальность? Откуда эти цены непонятны? Вот цена, да, вот на свои деньги это норм. Но надо понимать, как это будет работать в салате. То есть все-таки мы с вами говорим про то, что крабовые палочки удобно брать на перекус в машине съесть. Маташ, я ничего не хочу сказать. Ну вот так вот перекушивать сейчас 500, 500 рублей. Это можно заехать в... Снежные, снежные вот эти крабовые. Да знай, я про них и говорю. Ну какие 450? Так сейчас проще в ресторан заехать дешевле, чем крабовыми палками питаться. Ну уж объективно говоря. Это встает сюда, но смотрите, надо тестить. Может быть с салатом, типа как крабовым, который используется кукуруза, вот это все на свете. Вот здесь даже майонез не выручать, потому что майонез так себе. Ну здравствуй. Кто ты, малыш? Кто ты? Да. Это как курочка в собственном соку. А вот, кстати, сразу, да, чувствуется? Да. Божечки, божечки. Я как будто сейчас, ребята, захожу в какую-то новую вселенную. Очень много костей, очень мало мяса. Вот я вижу, вот кости, вот кости, вот кости. Запах. Это тушенка или нет? Это курица в собственном соку. Ладно, то что, а курица в собственном соку. Ну, конечно же, грустной смертью она умерла, если так. В чем это продается только в ленте? Слава богу. Слава богу. Я прям на банке даже подчеркиваю. Смотрите, я не могу цепануть везде кости просто и все. Ладно, запах более-менее. Колоссальное количество костей. А, это типа, знаете, что такое? Когда пишут, курица механической обвалки. А это просто курица просто обвалки. Безмеханической. То есть, это просто, типа, знаете, топориками порубили. Ну, там, может, какие-нибудь великие люди. А вот, кто плов умеет готовить. Закинули сюда, и все происходит в таком ключе. Нет, я серьезно. Это типа, они забыли это сделать механической обвалки. Это было бы, может, даже вкуснее. Ребят, это все в костях. Мелкие, маленькие, которые могут, честно, вы можете пострадать. Да, это горло можно порезать. Это можно горло порезать. Это можно порезать кого угодно. По идее, это можно как оружие использовать. Честное слово. Кинуть в открытую банку, в кого-то вошла, вот эти дротики все, и все. Правда, как еда, это расценивать нельзя. Мяса здесь нет. Вы платите тупо за кости. Сделать из этого супа или еще что-то, возможно, я не прав, но это мне не понравилось, ставлю сюда. Банка классическая, 338, да? 325. Не больше 90 рублей я там. 66, любимая цена. Ну что они могут за 66 нам предложить? Ну давайте в объектив. Ну как, курица сколько стоит сейчас? Ну курица стала стоить сейчас, как крабовое мясо. Очень плохо сделано и делает для них, давайте посмотрим, союз логистик. Союз вера, но я, ты, се... Так, извините. Стоит у нас сюда. У нас присутствуют здесь вот такие вот огурчики довольно плотные и помидорки. Ну, все сочные вроде как. Давайте начнем с них. Огурцы. Давайте сразу помидору заточим, чтобы уже срезюмировать полностью. Огурцы не дотягивает до дяди Вани, хотя многие считают, что он невкусный. 6 соток неплохо делают. Этот самый еще есть скатерть самобранка, тоже неплохо. Это вполне себе, это не мягкое. У этого самая главная проблема этих эстемов. Они захерачивают туда куча уксуса. Сделано хорошо, добротно, берем. Правда, ставлю сюда как хороший продукт. Помидорки. Я не понимаю, как их можно испортить. Маринад хороший. Вот тут прям вот такой сет, как будто вот прямо на какую-то вечеринку взять. Вот здесь сэкономить можно, правда. Я и то, и то ставлю сюда. По цене, ну давай, расскажи мне. Но огурцы не могут стоить сейчас, не дешево. Я не понимаю, откуда эти цены. Но все. Ставим сюда. Нормаз. И помидорки. 77 рублей. Не очень много, но даже по маринаду я вижу, что здесь болтается и чеснок, и укроп, конечно же. Мы же его очень любим теперь. А в целом, нет, что-то маринад проработанное очень даже и неплохо. Достойно, правда? Слушайте, сегодня прям, ну, на удивление. На удивление. Опять же, исходя из того, что мы сегодня обозреваем здесь. Окей? Да. Горошек, горошек, горошек. Ну, это горошек, которым можно убить. Давайте здесь мы даже циклиться не будем. А это у нас кабачковая или баклажанная? Баклажанная заморская. Ой. Ну, в этом я шарю. Давайте с нее попробуем. Ну. Я немножко другую ароматику люблю. Очень старыми овощами пасет. Или маслом, наверное, как я знаю. Маслом, да. Это очень плохо. У этого ощущения прогорклого масла, у этого ощущения железяки прям, знаете, железом пасет. Старых овощей. Здесь собрано все, что можно накосячить при приготовлении данной икры. Мне не понравилось. Я это второй раз не куплю. Есть куча экземпляров. А есть рецепты великолепных, которые божественно делаются. Да, Анна Евгеньевна? Так нет, на самом деле, если честно, есть очень классные рецепты, которые мы обязательно покажем. Этот рецепт, ребят, это балдеж. Там можно просто руку съесть вместе с вилкой. Это ни в какие ворота не лезет. А что касается... Не знаю, сколько стоит. Любимая цена 66. 66 рублей. И, кстати, кстати, если ты помнишь, а ты, может быть, не помнишь, мы как-то брали от них и кабачковая неплохая была, и баклажанная была неплохая. Да, к сожалению, это у нас идет сюда. Ну и горошек. Господи, я, наверное, даже без вилки попробую. Ну, чтобы вы понимали, да? То есть это, по идее, может быть, игрушкой для кота или кошки. Да, то же самое ароматика гнилого гороха. Грубый, жесткий. Плюс-минус то же самое мы говорили в прошлый раз. Как будто делается в одной компании. Это такой горох мозговой, я не понимаю, как он точно называется, которому еще неплохо было бы часов 5 повариться. Да, есть это можно, но без удовольствия. Я ставлю это сюда. Здесь сэкономить не получится. Рублей 70-60. Ты сейчас скажешь... Это салатный, да? Ничего себе. 55 рублей. 55 рублей. Ну, салат вы себе загубите. Угу. Такой нельзя. Лучше всего... Это только вкуснее. Лучше всего смотреть Хайнс или 6 соток, чтобы найти по скидке, купить и нормально кайфануть. Давайте, наверное, с кальмара начнем. Ну, оно даже вот чувствует... Ну, типа, никогда не покупайте кольцов кальмара около синагоги. Ну, так это твои шутки. Мои пропятки. Поверезаем. Так. Очень грубая. Грубая, невкусная, очень соленая. Кольца кальмара. Как-то я не знаю, по-дежурнее говори глупостев, как говорится. А я наговорил. Невкусно, правда. Даже рублей 50 это стоит в КБшечке. В КБшечке. 54. 54, ну, а в КБшке можно чуть подороже взять, но это будет хотя бы вкусно. Ну, там офигенно, правда. Нет. Никакое... И еще она с какими-то вкраплениями, как будто мухи. Ну, ладно. Это у нас чипсы, я так понимаю, да? Да, Лешенька, с картофелью. Можно я только вкуса сам определю? Ну, вот это напоминает, понимаешь, что? Наполнитель, знаешь, когда вот, чтобы не разбилась какая-нибудь бутылочка, либо стаканчик, когда тебе привозят эти, знаешь, штучки? Да, 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 да. В детстве как-то у нас были вот похожие чипсы, но они как-то были более пышные такие, знаешь, прям беленькие, как вот такие прям барашки. Пробуем. Конечно же, это не стрелл с укропом. Конечно же, это не лейс с паприкой или лейс с солью. Это другой форм-фактор. Если он вам нравится, то, может быть, зайдет. Я вам скажу честно, нет, но пока я здесь изучал данный вопрос, что мы разговаривали, я подъедал. Если вам нравится вот эта пасмассовая, как будто составляющая, я не чувствую картофеля в них, понимаете? Я чувствую что-то безвкусное. То ты берешь там лейс, стреллу, еще какие-то чипсы. У них есть ощущение картошечки, да? А здесь, ну да, солью отдает. Кроме соли ничего не чувствую. Что за вкус? Соль. А, ну окей. То есть соль я прочухал. Давай, посмотрите. Рублей, наверное, 70-60. Сейчас чипсы, ребята, стали стоить. Я, ах, и ты видишь, сколько лейс стоит? Да, вообще. 180-170 рублей. А эти 43, состав почитай, я вот там первого слова не поняла. Первое слово дороже второго. Полуфабрикат пеллет для изготовления чипсов. Пеллет? Может, они паллет имели в виду? А, крахмал картофельный, хлопья картофельные, картофель свежий, эмульгатор, монодисциллятор, жирный кислот, божечки-божечки. Может содержать, разумеется, следы арахиса, горчицы, сои, сельдерей, злаков, молока, рыбы ракообразных. Это называется бекончик. Ой, а похоже, кстати, на маленький бекон. А это типа бекон жареный такой? Нет, это вряд ли бекон. Да нет, конечно. Это типа чипсы, да, такие? Чипсы, бекончик. Ну, давайте. Здесь плюс-минус как бы похожее ощущение в ротовой полости, но вот этот бекончик тебя отдает жидким дымом, каким-то непонятным химозным порошком. После этого остается ощущение, как, знаете, когда ты колу без сахара пьешь или используй аспартама, аспаркама. Поправьте в комментариях, я точно не помню, как это называется. Сухость появляется. Это ровно про это. Я считаю, ребята, что чипсы, в принципе, неполезный продукт. И вот это у меня под большим также вопросом. Давай так, мы не будем гневить красной ценой, потому что там тоже были неплохие. Здесь просто кажется, что чуть-чуть побольше, но плохого, вот такого супер-некачественного тоже много. С вами был, как всегда, Лешка, оператрица от Бога Натали. Все, ребята, от души. Пока-пока. Ну так, позавтракай, пообедай, поубь. Нет. Нет.